Почти пять сотен участников в четырех возрастных группах. В четверг в Кирове стартовали чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по спортивной акробатике. За выступлениями акробатов из Башкирии, Татарстана, Перми, Самары, Оренбурга, Саратова и Кирова наблюдал Антон Погодин. Глядя на эту тройку акробаток, сложно поверить, что вместе девочки занимаются всего шесть месяцев. Чемпионат Приволжского федерального округа – серьезное испытание, требующее как физической подготовки, так и психологической устойчивости. А успех зависит от слаженной работы всей тройки. Им надо, чтобы я натянулась и вот сделала, прям палочкой встала. Им надо, чтобы они меня подбросили, и чтобы у нас вылет был хороший. Элементы вроде бы несложные, но нужно очень стараться, так как каждое маленькое дребезжание, это уже очень много нам снимают. Приволжский федеральный округ давно считается у специалистов кузницей кадров для сборной России по спортивной акробатике. Рекордное количество участников, приехавших в Киров, лишнее тому подтверждение. У нас из всех округов самое большое количество участников в этом году. 480 участников только. Из них 7 регионов и 200 составов, которые, ну, пар, групп. Это очень много. Подготовка к выходу на ковер всегда занимает у спортсменов намного больше времени, чем само выступление. Под взором строгого жюри и зрителей на трибунах все элементы должны быть выполнены без ошибок. Очень много сложных элементов. Отрабатывали особенно первый элемент. И, в принципе, надо очень хорошо подготовиться эмоционально. Мы готовились очень долго. Было очень трудно. Мы очень сильно старались. Иногда мы дрались. Иногда ругались. Но все-таки мы подготовились. Победители и призеры чемпионата ПФО станут известны в субботу. Тогда же судейский корпус определит состав спортсменов, которые примут участие в чемпионате страны по этому виду спорта. За звание чемпиона России смогут побороться по шесть сильнейших составов в каждой возрастной категории, а также три лучшие команды регионов. Антон Погодин, Алексей Зырянов. Бюро новостей. Давид.